Значит, я могу вам сказать одно. Мы, в принципе, начали мероприятия, которые разделили, так сказать, завод и город. То есть на заводе у нас есть защитные сооружения, их 11, и они способны, так сказать, принять на себя наибольшее количество людей, которые работают в одну смену. То есть 11 защитных сооружений, которые ровесники нашего завода, конечно. То есть это, чтобы вы понимали, строение, которым уже там за 50 лет. В свое время еще при Советском Союзе наводились в них и порядки, и отопление, и канализация, и все это работало. Но со временем, в связи с тем, что не было таких опасных ситуаций, многие вещи пришли в негодность. В 2014 году мы начали восстанавливать все это. Значит, мы закупали раскладушки, матрасы, выделяли нам соответствующие наши коллеги еще некоторые там моменты. В общем, мы всячески готовились к тому, чтобы наши люди не оказались в смертельно опасной ситуации. И, как показала практика, данные убежища очень пригодились. За 2014-2015 год более тысячи человек в общем на заводе фактически, ну, в течение, в общей сложности, более 8 месяцев жили. Это семьи, это дети, это работники завода, и в том числе граждане, которые проживают в городе. Ваши старания на месте, они достойны похвалы. Спасибо вам за это. Но скажите, положа руку на сердце, средств вам хватает на все это, выделяемых из центра? Ну, скажем так, я вам скажу честно, из центра выделено ноль. Все, что выделялось, это выделялось нашим предприятиям, так сказать, градообразующим Чавово, Авдейский коксохимический завод. Ну, в принципе, наши убежища предназначены, у нас химически опасное предприятие. И они предназначены, конечно, и были для того, чтобы наши именно сотрудники укрывались. Поэтому, да, да, значит, фактически 90% работников завода это жители города Авдеевки. Но у нас есть и жители города Ясиноватая, Донецка, близлежащих сел, которым фактически нет возможности каждый день ездить. И они до сих пор в течение трех лет фактически живут на заводе, кушают, спят, отдыхают, прячутся. Еще такой момент показал, что фактически при обстреле, если убежище расположено в здании, то фактически, значит, работники могут спуститься вниз в подвальное помещение. Если убежище расположено отдельно стоящее, так называемое, то есть требуется время до него добежать. Мы разработали соответствующие инструкции, и, то есть, немножко, так сказать, вот эти все гражданские мероприятия усовершенствовали в соответствии с действующей обстановкой. То есть, в момент обстрела никто никуда не бежит. Все прячутся за стенами, так сказать, которые, ну, потолще, там, ну, где... Понятно, понятно. Спасибо, Дмитрий. Да, значит... Продолжение следует...